Салам, дорогие, с вами Рус! 2024 год в крипте должен стать просто историческим. Все больше и больше проектов стараются выйти на рынок с какими-то инновационными продуктами, которые должны заставить пользователей переосмыслить их подход к блокчейну. Некоторые проекты, например, рассматривают упрощение тех функций, которые раньше были в DEX и DEFI, для того, чтобы абсолютно каждый пользователь мог, по сути, чуть ли уже не за обычные доллары купить себе криптовалюту. Ну и другие, такие как, например, биржа OKX, решаются на запуск своего блокчейна. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим, что такое блокчейн X1, из чего состоит их экосистема. Ну и помимо этого, также пробежимся по текущему тестнету, выполнить который может абсолютно каждый. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram канал, здесь мы публикуем информацию о всех самых новых и сочных проектах, в которых сами принимаем участие. Плюсом ко всему, у нас ежедневно выходят утренние дайджесты с самыми актуальными новостями на рынке. Ну и помимо этого, мы также регулярно уведомляем вас о выходе всех наших новых видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. И давайте будем приступать. Начнем мы, как всегда, с самой базы, так это изучение сайта проекта. Многие знают биржу OKX, это довольно-таки неплохая биржа, которая на рынке уже давно и прожила не один год тяжелых испытаний в крипте. Лично наш канал является партнером данной биржи, поэтому, в принципе, вы можете перейти по ссылочке в описании под видео, зарегистрировать свой аккаунт и торговать вместе с нами. Но поскольку в сегодняшнем спектре мы рассматриваем не саму биржу OKX, а именно их самостоятельный продукт, который, скорее всего, будет в дальнейшем интегрирован на ряде платформ. Давайте вернемся к основной теме. Как уже некоторые могут знать, X1 блокчейн – это всего лишь новый Layer 2 блокчейн, запущенный на сети Ethereum. По сути своей, он является аналогом сетей Arbitrum, TheCasing, тот же самый Optimism, Blast и многие другие. Основными элементами данного блокчейна является ряд функций, которые не являются какими-то особенными, но при всем при этом могут охарактеризировать данный блокчейн. Поскольку, как мы уже и обсудили ранее, данная сеть запускается на Layer 2, поэтому она является доступной для подключения ко всем остальным EVM-сетям, ну и помимо этого, также на данной сети можно заключать свои отдельные смарт-контракты. Помимо этого, что также немаловажно, сеть запускалась при поддержке Polygon, а в особенности Polygon CDK, благодаря чему большинство полезных функций Polygon также интегрированы в работу X1. Ну и помимо этого, данная сеть уже автоматически имеет свой основной кошелек, это Web3 кошелек биржи OKX, который по своей неуникальности является также EVM-кошельком, в котором присутствуют и многие другие сети. Но уже сразу можно понять, каким основным кошельком стоит здесь пользоваться, однако я вам сразу же скажу, что при прохождении тестнета вы также можете пользоваться MetaMask. Что касается транзакций в сети, как ребята утверждают на своем сайте, стоимость газа будет стремиться к 1%, видимо от общего вашего баланса. Есть также очень важный пункт, который написан на сайте мелким шрифтом, что реальная цена стоимости транзакций может изменяться в зависимости от стоимости эфириума, ОКБ, нагрузок сети и многих других факторов. И исходя даже из такой информации, мы можем сделать уже вывод, что данная сеть не будет сильно дешевле, чем ее конкуренты, такие как, например, Arbitrum, Optimism, либо же тот же самый Blast. Однако сейчас Blast довольно-таки популярен, поэтому там транзакции стоят дорого, но я думаю, что в дальнейшем, как только Hype Blast уляжется, мы все увидим, как транзакции станут копеечными. Ну и, наверное, самым важным пунктом всего этого рассказа, как вы уже могли понять, основным спонсором и поддерживающей стороной данного блокчейна будет выступать биржа ОКХ. И на самом деле это крайне интересно, поскольку в своей практике мы знаем один из самых крупнейших блокчейнов, которым лично я пользуюсь почти что каждую неделю, который также запускался при поддержке одной из крупнейших бирж, им является блокчейн BSC, либо же Binance Smart Chain. И на что я хочу обратить, ребятки, отдельное внимание. До этого я делал огромные ставки на ОКБ, поскольку данный токен выступает основным биржевым токеном. И когда я услышал первые слухи о том, что ОКХ начинает разрабатывать свою личную сеть, я до последнего был уверен, что транзакции будут оплачиваться в ОКБ, что, к слову говоря, также и позволит увеличить стоимость актива из-за его ютилитарности. Но на текущий момент мы видим, что проект все-таки запустился на лейере 2, поэтому в рамках среднесрочной перспективы я бы не делал огромных ставок на рост ОКБ, связанный как раз с запуском мейнета в сети X1, но тем не менее сама по себе монета и биржа являются довольно-таки интересными активами, за которыми стоит безусловно следить. Также у проекта уже начерчена родмапа, и тут мы можем как раз ознакомиться с основными шагами, через которые нам придется проходить. На текущий момент, хоть уже и март, но проект до сих пор находится на второй фазе своей родмапы, это 4 квартал 2023 года. И как мы видим, те действия, что были сделаны, они являются довольно-таки классическими, однако есть пару интересных движух, которые, возможно, произойдут в дальнейшем. И основным, наверное, фактором, который нас должен интересовать, так это то, что в первом квартале 2024 года, а это, извините меня, сейчас, у ребят запланирован переход с тестнета на мейннет, а также подключение большого количества сторонних движух из сети ЗК. Поэтому после выхода данного видео, ребятки, безусловно, если еще тогда не запустится мейннет, как это, к слову говоря, было с одним из наших прошлых проектов, это Синфьючерс, я бы вам посоветовал сразу же бежать и делать хотя бы минимальные какие-то задания, для того, чтобы отличиться в сети. Лично мне кажется, что данный тестнета может в дальнейшем неплохо так насыпать, ровно по той причине, что основным из ключевых партнеров является биржа OKX, которая имеет неплохую такую ликвидность. Однако никаких гарантий дропа лично я еще не нашел, но будем надеяться на добропорядочность биржи OKX и разработчиков X1, что они покормят своих тестеров. Что касается партнеров, здесь уже есть большое количество крупных проектов, которые планируют свой запуск на X1, со всем этим списком вы можете ознакомиться прямо на официальном сайте OKX, но лично для меня здесь отличились такие ребята, как QuickSwap, Particle Network, Arbiter Finance, Galx и Zumi Finance. Со всеми ребятами вы можете ознакомиться самостоятельно, думаю, я отдельно никого отмечать не буду, поскольку здесь реально много проектов. Знакомство с X1 у нас в принципе закончилось, давайте будем переходить к самому тестнету. Перед тем, как приступить к работе с самим проектом, нам нужно прежде всего добавить тестовую сеть X1 в свой кошелек. Лично я пользуюсь RabiWallet, на момент, когда я сам проходил тестнет, данную сеть еще не добавили, поэтому мне пришлось на некоторое время переключиться на оригинальный метамаск. Для того, чтобы подключить X1 к тестнету к своему метамаску, переходите по первой ссылочке в описании под видео на сайт Chainlist. Здесь нажимаете на кнопочку Connect Wallet, после чего ваш кошелек будет приконнекчен к данному сайту, и вы кликаете кнопочку Add to Metamask. И после короткой настройки данная сеть будет уже на вашем кошельке. Поскольку тестнет блокчейн на X1 запускается как лейер 2 от эфириума, то нам потребуется некоторое количество эфириумов тестовой сети Sipoli, для того, чтобы выполнить одну из частей общего тестнета. Тестовые токены можно получить в большом количестве экранов, лично я для этого буду использовать Alchemy. Ссылочка на данный сайт также будет в описании под видео, переходите по второй ссылочке и вставляете сюда свой кошелек. После регистрации на данном сайте и привязки своего дискорда, вам будет достаточно подтвердить, что вы не робот, и вставить адрес своего кошелька. После этого нажимаете на кнопочку Send me Ethereum, и 0.5 эфириумов в сети Sipoli отправятся на ваш кошелек, и придут буквально за пару секунд. После того, как вы привязали из сети, получили некоторое количество тестовых эфириумов, мы можем приступать к самому тестнету. Переходите по третьей ссылочке в описании под видео, да, я буду сегодня вести вас по всем ссылочкам из описания под видео, и вы переходите на Faceit, но уже в сети X1. Первое, что вам стоит сделать на данном сайте, это привязать свой кошелек. В правом верхнем углу будет кнопочка Подключить свой кошелек, или Connect Wallet, нажимаете на нее, и у вас выскакивает вот такое вот окно, пропагандирующее вам скачивание в Web3 кошелька от OKX, либо же установки его в свой браузер, но мы переходим в вкладочку Другое и кликаем на свой MetaMask. У меня опять же открывается RebiWallet, я кликаю кнопочку Connect, и после этого мой кошелек привязывается к данному сайту. Следующим важнейшим действием будет как раз мин токенов ОКБ в сети Sipoli. Да, у ребят также запущена своя обертка токенов ОКБ, но в тестовой сети, и эти токены нам пригодятся лишь только для прогона транзакций. Кликаем кнопочку Mint, здесь нас встречает вот такое вот окно. Первое, что вам стоит сделать, это выбрать то, какую монетку вы хотите получить. Прежде всего, конечно же, мы хотим получить токен ОКБ, но плюсом ко всему можете также указать USDC, USDT, да, и обернутый биткоин. Все эти токены понадобятся нам для сегодняшнего тестнета, и я думаю, будет самым правильным решением, если вы заминтите их прямо сейчас. После того, как вы привязали свой кошелек и выбрали монету, достаточно написать, сколько ОКБ вы хотите получить. Я хочу, например, залутать сверху 10 ОКБ, кликаю кнопочку Mint. После этого у нас также выскакивает транзакция в нашем кошельке, кликаем кнопочку Sign and Create, после чего мы подтверждаем транзакцию на Mint монет. Придется подождать некоторое время, пока токены ОКБ заминтятся на ваш кошелек, это не занимает прямо очень-очень много времени, но придется немножко подождать. Токены ОКБ уже упали на наш баланс, предлагаю вам сразу же после этого заминтить все остальные монеты, ну а я побегу далее. Возвращаемся на прежнюю вкладку, и нам также нужно будет получить некоторое количество токенов ОКБ, но уже в сети X1 Testnet. Кликаем кнопочку Get. В данной вкладке ваш адрес кошелька будет вставлен автоматически, вы нажимаете на кнопочку Get02 ОКБ, это максимальный лимит за сутки, и нужно выполнить маленькую капчу для того, чтобы пройти проверку на бота. В данном же случае токены ОКБ падают гораздо быстрее, и это неудивительно, поскольку X1 пока что закрытая сей для тестирования, и все транзакции, которые проходят по данной сети, выступают лишь только для тестнета. После того, как все токены вы заметили, и заметили также ОКБ токен в X1 сети, вы можете переходить к дальнейшей части тестнета. Следующее действие, которое вам нужно будет совершить, это произвести бридж некоторых токенов в сети Sepolet в сеть X1, и это по сути и есть основная задача тестнета, где вы должны бриджить монеты из одной сети в другую, и это основная причина, почему я вас просил заменить все остальные монеты из прошлых кранов. Я на примере для видео буду сейчас перегонять 0,1 тестовых эфириумов, кликаю бридж, у нас вскакивает вот такая вот транзакция, и также прописывается среднее время проведения данной транзакции. И честно признаюсь, у меня ни разу так долго не шла транзакция, почти всегда она происходила либо мгновенно, либо очень-очень быстро, кликаем кнопочку Confirm. Также подтверждаем данную транзакцию в своем кошельке, кликаю Sign и отправляю транзакцию в обработку. После этого также нужно будет подождать некоторое время на подтверждение транзакции, я вам не рекомендую выходить из данного окна, потому что когда я заходил сам в самую активную по сути часть тестнета, сталкивался с багом, что из-за этого у меня транзакция пропадала, либо не появлялась просто на сайте, хотя токены вроде как поступали. После того, как транзакцию вы отправили в сеть, ее статус будет у вас представлен прямо вот здесь снизу. Как вы можем заметить, сейчас наше 0,1 эфириума переносится из сети Sipoli в сеть X1, и для того, чтобы полностью транзакция прошла, нам нужно дождаться 64 подтверждения. После того, как данная процедура закончится, токены эфириума поступит в вашу X1 сеть, и ничего больше делать не нужно. Однако для того, чтобы прогреть свой кошелек, я бы вам рекомендовал проводить несколько транзакций, как из сети Sipoli в X1, так и наоборот. Поэтому давайте вместе сделаем одну транзакцию наоборот, и я вам покажу, что делать далее. Кликаем кнопочку Switch Network to X1 Testnet, я вот здесь нажал на переменку сетей, и мы будем, например, переносить, вот хочу перенести, предположим, свои USDC. Хочу перенести всего лишь 20 USDC, для того, чтобы просто показать активность в сети. В окне подтверждения транзакции выскочит вот такое вот интересное поле, где нужно поставить свою галочку. Что данное поле значит? Что вы должны будете сментить монеты заново, когда они придут к вам в сети поля. Почему данная опция или же функция в принципе существует, ровно по одной простой причине. Когда токены из одной оригинальной сети перегоняются в какую-то дополнительную синтезированную сеть, то вы создаете синтезированный актив, который является оберткой оригинального актива. И при перегоне данной транзакции, ваши токены лочатся в определенный закрытый пул, к которому у вас нет доступа и вы не будете получать никаких IPR-ов. Это по сути просто так называемая прослойка между сетями. При поступлении токенов в которую создаются обернутые токены, но уже в нужной для вас сети. Соответственно, за всю эту процедуру вы платите как бы повышенную комиссию, если вы это делаете в запущенных майонетовских сетях. Однако в тестнете это все происходит тоже довольно-таки быстро. И по тем цифрам, что выписывает нам сам тестнет, довольно-таки дешево. Ставим гад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok